В своей известной статье о партийной организации «Партийная литература» Ленин говорил о том, что, цитата, «газеты должны стать органами разных партийных организаций. Литераторы должны войти непременно в партийные организации. За всей этой работой должен следить организованный социалистический пролетариат, отнимая таким образом всякую почву старинного полуобровского, полуторгашеского российского принципа, писатель пописывает, читатель почитывает. Конец цитата. Соотнеся ленинское понятие партийности к молдавскому реалию, замечаем, что смысл его перевернулся с ног на голову. Ленин ратовал за партийность для того, чтобы исключить продажность прессы, в то время как у нас продажность прессы вообще и журналистов по отдельности является как раз залогом партийности. Для полной картины партийности прессы нужно добавить, что, как правило, у нас либерализм гуляет за ручку с унионизмом или агрессивным романизмом. Можно взять для простоты примера любые три самых крупных телеканала, шесть самых влиятельных газет и двенадцать самых раскрученных новостных сайтов, и предложить любой социальной сети расставить их по политическим гнездам трех правящих партий. Я думаю, они пройдут и 15 минут, и любой гимназист, не то что политолог или медийный эксперт, стоит с точностью определить политическую предназначность каждого названия. Вот это доморощенное распределение по партийному принципу или по алгоритму всего финансов, госучреждений, голосов, госграницы, людей, импортированных, лекарств, ежесними, гостиниц, любовниц и прессы, главные люди страны скрывают разве что от европейских проверяющих, и то неподобающие аккуратностью. И эта неаккуратность, и преступная расхлябанность по отношению к законам и Конституции проступают очень часто в прессе весноватыми откровениями. Вот пример, что пишет маяк молдавского либерализма и унионизма газета «Тиху» своей передовице 30 октября о свободе воли изъявления. Цитата «Политологи и эксперты, пишет господин Тенасы, которых мы наблюдаем ежедневно на наших телеканалах, являются политическими волками, переодетые в независимых овец. Они не стесняются проводить политику партий, которые им платят. Все просто. И тут же мы не делаем секрета из того, что радеем за европейский вектор, и, тут можно вчитываться повнимательнее, за румынский вектор и за второе румынское государство, за отделение от России и построение государства на румынских фундаментальных ценностях. Кто воспринимает нас так, читает, кто нет, посылает подальше». Тут вряд ли, что можно было что-то добавить. Хочу сказать в заключение, что ленинская партийность прессы, которая еще функционировала как принципа в конце 80-х, и считался признаком несвободы, обратилась сейчас, пройдя романтический период независимости и насильственный процесс характеризации, в либеральную партийность. А эта либеральная партийность уже не ограничена свободой прессы, это и есть конец молдавской независимой прессы. Нужно начинать все сначала.